приветствую друзья ну что ж покажу достаточно затяжной бой ранги одинаковые 12 13 однако опыт игры очень большой однако я знаю что напарник у меня довольно-таки слабенький у него прокачки но можно сказать что 0 поэтому придется тащить одному за двоих вначале немного туплю не использую буст ну да ладно у нас есть так сказать некий договор с одним из игроков что будем играть на синих но я надеюсь что второй круг также не будет густеть ну это уж как получится вот так отлично принципе я знаю что по отдельности мне не составит труда продавить данных игроков но учитывая что мне придется спасать своего союзника довольно таки много тяжело играть когда у тебя слабенький напарник а даже если твои противники средненькие вот скажем так начинаешь тупить из-за того что не можешь реализовывать то что тебе надо к сожалению на малом ранге производство ресурсов желает лучшего тем более нам его урезали вот как видно на синим бусте совсем мало мне ресурсов поэтому придется играть тем чем есть и делать скажем так спешить не спеша спешить не спеша говорю напарнику что вообще мне бы не помешали воде к образы и как можно больше центров снабжения чтобы иметь такой небольшой скачок в начале игры я знаю что вряд ли нас будут рашить это не самая лучшая мысль вот даже если у конфедерации это получается ну явно получим сопротивление так бегут здесь два пехотинца ничего только мы не увидят 3 уровень штаба ну как бы 3 уровень штаба это достаточно очевидно мне кажется вот строя аэродром противник также будет использовать вертекс безусловно прошу союзник разведывать оппонента но здесь штурмовики поэтому не особо это удастся я даже ставлю одну вышку чтобы мне не мешали противники вот к сожалению на мало ранге невозможно построить два завода плюс авиацию тяжело играть потому что у тебя есть только два завода а не три вот поэтому комбинировать как-то армию но весьма непросто и то же самое касается хамелеона выход в хамп он очень затяжной только где-то на 20 минуте даже с учетом красных гуслов ты можешь идти в хамелеон да и он не особо на самом деле эффективен потому что сплэшем зепс пострашнее будет мне кажется на малом ранге вот потому что хамп площадь у него маленькая приходится все это сжимать в кучку так тут летит вертекс пролетелый мимо база моего союзника отлично игру ставить по вонному связи кунку ложки у него стоковые тут ничего не поделать ложки по любому придется ставить даже если они сток вы они нанесут ну хоть и минимальный урон но тем не менее они нанесут и заставят противника держаться вдалеке то я конечно толку от моей пехоты нет но я увидел здесь как бы огнеметчика это уже хороший знак это значит противник тратит ресурсы а нам важно что противник ну скажем так дал мне время но тут я вижу тоже авиацию вот это уже интереснее две по ложке и база пока что пустая на самом деле можно было бы хоть заражить вот но огнеметчики это не особо интересно потому что если у вас есть опыт игры против одним мячиков ну удивить ними не особо получится ставится еще одна цска отлично я играю на 6 центра снабжения отлично синий игрок это росло если честно сколько играл против нет игрока но ни разу особо интересной игры у нас не было возможно это из-за того что у него 12 ран играет на на синим кустах вот и я то не знаю когда против меня используется голда ярко вы раньше прям играл на синий кустах что опыта у меня конечно побольше вот но тем не менее опыту игрока много и недооценивать его конечно не стоит но играет он также аккуратно принципе как и я так очень жестко бьет здесь ложка возможно был протаранен до этого кричит и к этому времени уже большая часть должна была починиться тут взлетают вертекс и абсолютно правильно но почему-то бьют мне аэродром они авиазавод они аэродром я должен возвращаться вот уснул и вернулся обратно заметил здесь всего лишь одну положку я бы не успел его ударить а пошли на перехват но я уже вернулся потерял один кричит одним разведу и потому что топлива осталось только одного кричита отлично и на достать побольше пушек обязательно не охота чтобы меня залетали на базу противники потому что база у меня пустая ничего у меня нет пока что подсказывает союзнику что-то доминировать лучше ставить тяжелые минки если противник конечно поставить сюда крепость разминировать я по-любому смогу ну хотя бы издалека чуть-чуть ее покупать а мой напарник может в принципе использовать тех же снайперов которые ну может быть не особо ударят но тем не менее заставят противника держаться подальше броники также у моего союзника не прокачены принципе по тачке вообще нет я думаю там только гренадер прокачен ай-яй-яй как же больно бьют сплэшем вертексы да ну дикие три все таки что туда ударили отлично база пустая принципе моего союзника ну ладно я выхожу следующий уровень штабом думал использовать побольше авиации штук пять но отказался от этой мысли вижу здесь базу 4567 центров снабжений круто два завода молот авиации задействует но все как обычно по фаншую вот и я уже начинаю готовить ягуар достаточно позднее но увидите и по ложке они дорогие как бы только на 12 минуте считаете у меня пустая база ничего нет но пару снина противопехотных я поставил не люблю я пехоту вот так чисто избавиться от огнеметчиков не помешает вот а с молотами думаю я даже стрелками как тогда справлюсь так вылетел вертекс отлично возможно он прилетит мимо моей базы вот он летит но всего лишь ничего толку не получает естественно кричит его не догоняет к сожалению догнать авиации невозможно огнеметчик может полить пехотинца в лесу кто не знает поздравляю вас вы научились уничтожать пехоту из леса даже не нужен цифон потому что огнеметчик палит позицию и дальности атаки хватает здесь еще один пех этот пехотинец у меня не стреляет так отлично нагло летаем у противника также должен быть уже вертекс поэтому не спешим это так же как и скирмиши нужно делать большую базу ставлю себе необычную распорядок заводов у меня всего лишь один аэродром три завода из которых один завод противеносца отлично прилетает вертексы ай-яй-яй как же больно моему аэродрому да это было голда конечно это было сто процентов голда потому что очень больно стреляют три вертекса они не должны стрелять на таком ранге как мощно ну что остается делать ну ресурсов не хватает не хватает поднимая свои кричиты повезло мне кстати всего лишь три вертекса было поэтому не ударили не так мощно мои кричиты вот поднимаемся да и на самом деле это вертекс 13 ранга не 15 там у конечно помощнее будет вот и немного топлива у меня хватает от точно не понимаю с какой стороны должны улетать кричиты наверное на позицию желтого игрока да они должны улетать поэтому я держу их примерно на центре чтобы не задумываться об этом так и возвращаются мои кричиты на базу ресурсов на аэродром пока что нет мне приходится эти ягуары противник меня не разведут наоборот прошу разведку союзника и прошу у него 5-6 штучек дикобраза они мне будут крайне полезны противника также есть разведка но и у меня здесь и стрелки больно стреляет штурмовик не удается его выкосить думал бежать но он бежать не отлично наглый летая кричитом на самом деле один молот сейчас попробуем его укусить опасного так не советую да еще и боюсь ты им есть пехотинцы они палят сильную позицию поэтому надо что-нибудь уничтожить я решаюсь все-таки вернуться топлива очень мало ага взлетают вертекс и взлетают вертекс и интересно куда они сейчас полетят возможно не пролетят мимо площадь да они уничтожают с одного залпа завод дикобраза с одного залпа то есть прокачки нет вообще моего союзника полностью стоковая все что может быть ничего не падает но вертекс очень нагло летает поэтому удается сбрить 2 возможные 3 вертекса вот здесь эти минки не обязательно ставить очень нагло летает блин до сих пор упали только три вертекса хотя уже третий-четвертый заход делает боже мой сколько демоджа наносит 4 вертекса и здесь мы видим толпу пеха молота вот это кстати неприятно это неприятно потому что это много и как вы видите мины уничтожают это процентов 60 молот этого недостаточно вот минут тоже надо качать армия здесь как бы никакущая пустая но и тайфунах на самом деле не особо много но они мне уничтожили за залп кречет возможно густит трейс его там синие бусты спешить ни в коем случае не стоит надо позволить противнику немного убить за админы вот и были хотим не знаете находятся мин обязательно мин и ставим только в передней позиции здесь их бессмысленно ставить лучше поставить их вот здесь будет эффективнее подешевле вот возвращаются 3 кречетом не могу себе позволить больше но на всякий случай аэродром ставлю и у меня здесь армия потихонечку но на самом деле копится и противник как бы в некотором смысле не знают что у меня здесь находится я не могу себе позволить большое количество дикобраза мне нужно еще и авиацию строить и вот и поэтому выполнять функцию мобильных плошек будет мой союзник у нас сумме будет где-то 10 дикобразов может даже больше вот отлично а я должен уничтожить немного базу противника есть у меня с тех пор остались линки противник не знают о них надо уничтожать разведочку а циклончик отлично возможно я его сбрею ставился прихотинец один так возможно я не увижу этот циклон не увижу его скоро и он будет палить армию вот здесь да ага он долетел сюда возможно я еще да я его даже не увидел на глазке находится секунд поэтому я его даже не увидел в принципе скрывать мне нечего вот идти в атака по любому не могу дикобразов у меня много это отлично ставлю я с этой позиции возможно где-то здесь будет такой противник обязательно нас дикобраза ставить по одному в разные позиции падает один вертекс 10 дикобразов один вертекс падает это просто нереальный крутой урон дикобраза еще жалуются на так он это просто как обздец если честно так здесь надо было конечно активно минироваться и грены бы отправить сюда диких сзади может удастся убить пару молотов безнаказанных вот расставляю в разные позиции свои образы вот без голды по мобильные вообще не тащит для того чтобы игроки тратили больше голды есть 5 кличных отлично в принципе критическая масса но не знаю что можно уничтожить ими и здесь нужен конечно глазок и служим позов чтобы не стрелять на позицию но на самом деле не столь страшно вот к сожалению начали купить и броники можете поступила не замечал раньше сейчас очень сильно агрится броники и тут мы видим куча зевсов вот которые не требуют авиации не требуют града не требует щита а мне нужен хам чтобы все это пробить потому что большая часть армии у меня в разов есть всего лишь 5-6 ягуаров который очень легко выйдет помощь вертекса еще один ягуар это плохо но ничего не поделать надо силы надо не хоть как минироваться возможно это же буду уходить в следующий уровень штаба но пока что так делать не стоит минируюсь готовлюсь к атаке потому что ну у меня не хватает никак урона слабый град всего лишь одна штучка сейчас мы попробуем его вывести сплэшом противник также не спешит здесь большое количество молотов 6 штучек и тут поэтому я как раз и стал вот эти минки опасно возвращаться как можно быстрее потому что 149 молотов с легкостью снесут мои 6 ягуаров да да не удивляйтесь нет у меня критической массы молот очень опасно когда идут широким фронтом понимаю кречит отлично союзник отправил пару дикобразов чтобы сохранить мне время но ничего подобного молотов по-любому крут вперед хотя часть урона они конечно впитали впрочем мне бы не помешали конечно же сейчас дикобразы но армия у меня растаяла по-любому вот вроде была армия вроде потерял 25 то но все ягов нет больше я давить не могу сожалению это реалии игры сопротивление не может давить его армии потому что потому что много их не построишь много их не построишь нужно иметь кречит нужно иметь дикобраз нужно иметь броненосцев пару штучек для минок возможно даже некую пехоту и все заканчивается тем что компам может просто строить вас авиацию или вас молот или масс зевс и как бы ими тащить отлично напарник не направляет еще 3 дикобраза это крайне важно они мне понадобятся возможно даже 6 нужны напарник уходить следующего штаба я бы построил побольше пвошек побольше мин и пробовал бы играть хоть немного агрессивнее так отлично возвращаем армию противника назад и тут я понимаю что надо действовать потому что но если я сейчас не нападу то как бы все нет у меня вообще армии пробить противника нечем здесь уже готовится наверно другая толпая зевсов у меня 6 центров снабжения у противника в сумме наверное их 7 плюс тем плюс еще 5 ну в общем больше однозначно грады уже готовится тяжелая армия вот что-то достреляют здесь грады видели мою армию я беру яги вот сюда конечно и дикобраз передвинуть но не хватает пока что контроля готовлю завод на миллионах 20 минут игры прошло а я пока что не продвинулся не на йотов разведки у противника нет есть огнемечек есть хорошие минное такое поле ставлю специально две минки с этой позиции чтобы броники не агрились на противника чтобы не шли вперед как заминировали вот это крайне важно расставляя свои ягуар к сожалению не все и будем бить все до чего дотягиваемся но желательно конечно до зевсов здесь крепость да очень мощный урон конечно наносит ягуар просто нереально большой может крепость жирная сволочь очень много брони очень много жизни на самом деле отлично наверное она взорвалась на меня аккуратненько аккуратненько прием но желательно не слишком долго надо выбить наверное здесь авиазавод может быть выбить по ложку управляя часть пехоты притворяюсь что такую противник не спешил и здесь агам вот что движется на моего союзника куча зевсов града тайфуны то есть то что просто уже нереально выбить здесь 5 тайфунов на самом деле не так много 6 но они выбиваются выстрелами кричит уловит все и вся еще 5 градов зевсов 5 6 7 где-то 10 11 зевсов жестоко жестоко но я тут понимаю что шанса выиграть немного на самом деле тут уже полить свою позицию нельзя уже появился цепь он надо как-то помочь своему союзнику напарник отправляет вперед пехоту которая хорошо справляется с противником использует наш союзник голду надо использовать потому что а что если не голда мне здесь вообще пехоты но все падает сразу под градом отлично говорю чтобы напарник держал удар не спешил сливать в армию хотя база здесь просто пустая здесь надо конечно построить 6 7 казарм тренок чтобы купить ресурсы парни не может потратить тяжелую технику поэтому его побольше вот но напарник делать все правильно единственное что минок не хватает к сожалению да и эти тяжелые мины они даже четверть зевса не заберут может быть одну шестую зевса заберут я думаю вот эти два зевса попали под минут не знаю но урон как бы просто просто минимальный вот напарник держит удар я говорю копить армию он ее порт не паникуют ставит еще казармы ставит еще дикообразы чтобы не задавил его авиация все-таки нет армии а я готовлю на золотом бусте пару хамелеонов потому что срочно нужны хамелеоны всего лишь один хамелеон уже 2 на 26 минуте все очень плохо и это с учетом того что мы оба и игрока не голдим то есть ситуация у нас плюс минус равная поднял кречит понимаю что делать здесь нечего конечно стационарном режиме у тайфуна поменьше будет брони но все так делать не стоит так большое количество пехоты интересно что это будет возможно они хотят деактивировать мины возможно но здесь у меня исключительно тяжелая мина толку от универсальные мины просто никакого возможно там будут горы думаю что нет все таки и тут у меня кстати уже накопила достаточно большое количество ягуара потому что только на пятом уровне штабе уже можно себе позволить более-менее нормальную пачку ягов а парни готовятся напасть с фланга на синего игрока молодец просто красавчик и ну идеально играет союзник хотят на прокачки попросту ноль и здесь у меня большая группа ягуаров один два три четыре пять шесть шесть семь восемь девять ягуаров один хам два хама еще один ягуар 10 11 ягуаров посмотрим что я могу сделать против зеленого игрока который скорее всего отказался уже от вертекса так отлично вертекс у него фулу я точно знаю а вот сердце без понятия стреляем под принудительным огнем хам находится не совсем удачно ничего он не покрывает стреляет град не дотягиваясь вообще ни до чего поэтому врубая голду потому что нулевой нулевая дальность ягуаров попросту ничего не может ударить ни до чего не может дотянуться здесь бы не помешало бы штук десять гренов которые пошли вперед вели бы град но к сожалению нет нет армии и я потихонечку стою здесь не спешу не хватает мама здесь меня один два три четыре пять шесть семь ягуаров который следует удобно еще два ягод позади таки большое количество зевсов реально огромное количество зевсов я понимаю что это не вытащу поэтому надо данные яги отодвинуть назад вручную каждый ягуар пытаясь отодвинуть часть яков будет стрелять все-таки голду густ включен и отказываюсь от голды понимая что возможно я немного нечестно играю но ну надо было конечно голдануть вот хам выходит вперед к сожалению противник противник не удалось его выбить но удалось зато выбить и армия конечно у меня мгновенно тает все таки взец жирная скотина не хочет умирать эти должен еще синий дрог и я принимаю решение что надо что-то делать надо срочно брать свою армию и что-то делать что-то делать копится ягод еще база у меня два завода ягуара но я решил построить броник для минок броники тоже нужны отступают рефил противник пойдет с этой стороны он готовит фуны готовит брат соединяет весной армии потому что четырьмя ягами делать нечем они не смогут завод достаточно быстро до дикобразов три штучки не особо много на самом деле но строить яги строить дикобраз вот сейчас начинаю устроить и тут надо что-то делать потому что армия просто огромного противника здесь до сих пор стоят два града 3 зевса 4 зевса армия ощутимая яги находятся слишком далеко даже с учетом голды они не дотягивают до противника тот когда он доходит до этой позиции начинают соприлять вот этот ягуар слишком далеко находится случайно понимаем не случайно понимают кричит чтобы выбить град чтобы он вообще мне не мешал потеряю я все кричит решил даже отступить кричитом я все потеряю но надо выбить град само собой кричит сразу падает возможно там был губус возможно надо было включить общую голда так у но но нет и естественно всего лишь пару градов не смогут вынести мне армию я принимаю решение сделать то что в принципе никогда не делаю прокатываясь попросту назад на базу понимаю что она как бы пустая и надо все это дело пробивать есть до заказ опасно синий игрок тебя не показывает но я уверен что скоро придет есть у меня грены специально гренами стараюсь бить здание то есть не отвлекаюсь выставляя свою армию где-нибудь сзади и кстати у меня хам и скоро разрядятся я специально отодвинуть еще дальше потому что хама попросту нет так диких броники надо спасать срочно но не хватает управления так яги идут вперед надо срочно идти назад потому что оба миллионы разрядились кошмары но есть 3 хамелеон ну тут конечно град стреляет ну попросту выбивает всю армию меня здесь ничего не остается я решил что возможно стоит сохранить и гренадеры хамы разряжены есть какая-то армия до заказ уже из брони грена даже кричит ставят строить тут шанс выиграть попросту нулевой потому что много здесь девсов чем их бить непонятно отправляя вперед грены поднимаю кричит даже не смотря то что есть один тонн одна положка здесь армия просто огромнейшая и мой союзник кстати тоже напал на синего но у него желтого игрока сейчас будет бить интернет просто вылетит интернет и он будет вынужден отступить назад вперед отправил дикобраз да и до заказ к счастью слава богу до заказа отлетает противника кричит летает надо выбить сейчас я понимаю что единственная возможность выбить этот град подойти поближе все вывести разом теряю по яга блин только два ягуара осталось но град выбит и есть шанс выиграть но но армия у меня потеряны есть только один хам один ягуар и как бы на этом все этот ягуар уничтожит даже один молот так броник жалко терять броник но то что я сделал кричит оказалось весьма полезным армия вроде бы зеленого пробита он почему-то не строит казармы не строить по ложке не обороняется гря стоило бы ему отстраиваться так сейчас используют гол буст почти уничтожен штаб можно было бы пробомбить какие-нибудь альбами или банально кэштами но у союзников вообще нет прокачки я вынужден играть против двух игроков но тут уж конечно ягуар надо строить они они броненосцы немного ресурсов есть я понимаю что нужно строить яги и много таких добавляю себе еще один завод только сейчас у меня появляется на 35 минуте появляется второй завод штурмовых вспомогательных машин потому что попросту нет ресурсов отправляю немного гряна вперед на разведочку так сказать возможно я выбью молот но здесь должны уже готовиться пехи так отлично а вот и пехи бью штаб но как бы полку никакого копим армию нельзя спешить я понимаю что там есть и вертекс опасная армия поэтому надо копить силы но парни как крайне маленькое количество гренов просто нереально легко тут же град тут же вертекс те же пехи их отобьют но есть 60 у меня пытаясь изо всех сил накопить армию может быть противник даже подойдет ко мне поближе и я понимаю решение что надо добавлять себе стрелков сейчас они мне понадобятся больше чем греном да есть небольшое количество стрелков ресурсов не хватает конечно нужно было бы производство да и тут напарник спасает меня он направляет часть гренов ко мне на базу точнее в мою атаку понимает что ну мы уже понимаем что бессмысленно защищать моего союзника он не продавит синего и как бы уже смысл защищаться ему нет надо вместе атаковать есть эгуары есть дикообразы терять их ни в коем случае нельзя даже не спирать 5 вообще армия пусть ко мне идет противник но союзник принял удар на себя тут мы идем вместе в атаку наконец-то появилась возможность мы уже ее не упустим ну что ж в принципе после этого синий игрок не стал играть не стал затягивать не стал строить лучи и ферму и тому подобное вот и казармы кстати не стал строить масса авиации против которых было бы играть не особо на самом деле комфортно потому что только у него связи весьма немного разве что только дети с ним мамонта да может быть вы продавили бы его вот но наземная техника это было бы сделать весьма не просто потому что подходы не особо удобные вот так вот закончился один из самых сложных моих боев надеюсь не будет подобного в будущем нереально сложно играть против против двух игроков когда у тебя слабенький напарник когда там буквально два юнита прокачены и то он дикообраз неплохой приходится играть тем чем есть я решил даже строить масс авиацию понимаю что делать мне на самом деле нечего уже наземкой надо строить авиа и противник сдался и тут я просто смотрю что у него на базе семьи осталось 6 центов обжения ну база на самом деле не особо большая потому что мы не оголдили вот но пару атак пришлось так как просто нулевая дальность атаку ягвара хотя казалось бы за счет него он должен тащить но на малом ранге это конечно не работает ну чтож если вам понравился бой ставьте лайки пишите комментарии вот и если у вас тоже есть интересные бои вы можете даже прислать вот ну чтож всем пока